Всем привет! Сегодня я снимаю для вас одно маленькое, ну как маленькое, относительно маленькое, замечательное видео. Фактически это мастер-класс по изготовлению рождественского венка. Для этого нам понадобится клеевой пистолет, ножницы, ручка, тарелка, декор. У меня это сушеные апельсины, палочки корицы, шарики, звоночки, ленточки, коробочка, которую я уже раньше показывала с шишками и различными украшениями из натуральных материалов. То есть там лепестки, еще какая-то кора, по-моему, орехи, дождик. Дождик, как вы видите, у меня как матовый, так и блестящий, темно-зеленого цвета. И также нам понадобится упаковочная бумага и лист плотного картона. У меня это акварельная бумага, плотная, не 300 граммовая, а 640 граммов, которую мы будем использовать как основу. Сейчас я вам покажу, как мы сделаем наш рождественский венок. Итак, для начала нам нужно сделать плоскую основу, то бишь круг. Для этого мы берем тарелку, размер имеет значение только, ну, то есть, какого размера вы хотите сделать ваш венок. И я делаю, так как у меня нет подходящей тарелки по внешнему краю, да, то я вырезаю внутренней, ну, то бишь, дырочку делаем, да. То есть, я не знаю, как объяснить. В общем, это вот внутренняя часть венка, да, будет такого размера. И уже внешнюю часть мы вокруг нарисуем сами от руки. Берем ручку, обводим. Убираем тарелку. Тарелка больше не понадобится. И можно, в принципе, ручкой примерно прикинуть, какую толщину вы хотите. И накидать ее довольно примерно. Потому что мы, в принципе, ширину венка можем поправить всегда декором каким-то, да, то есть, и ширина венка это строго условная. Ну, естественно, чтобы он не был совсем кривым, да. Ну, примерно. Если у вас есть подходящая тарелка, да, по размеру внешнего края, то уберите ее, конечно, вам будет проще. Внешний край, а внутренний край можно сделать какой-то более мелкой тарелкой, да. Но у меня, к сожалению, так не получается, поэтому я делаю. Так, ну, соединяем. На глаз делаю все. Пока чертите круг, поставьте пистолет нагреваться, так как он довольно долго нагревается, чтобы потом сразу был готов к работе. Ну, как-то так. Берем ножницы. И вырезаем. Сначала по внешнему краю, затем по внутреннему. Вот такая тарелочка у нас получилась. Вырезаем также внутреннюю часть. Берите такой, если картон будете брать, берите такой картон, который вы можете порезать, да, то есть, который там не переплетный и который трудно режется ножницами. Так как этого круга не будет видно от слова совсем, какая-то прям такая великая точность нам не очень нужна здесь. Достаточно просто, чтобы он был похож на круг. Итак, теперь мы нашу упаковочную бумагу. Она довольно плотная такая. Вы можете не обязательно упаковочную бумагу взять. Это могут быть старые газеты, какая-то просто ненужная бумага. Но ее, скажем, чем она тоньше, тем больше ее нужно, да. У меня довольно плотный такой вот упаковочный лист. Несколько листов я покупала себе. И просто они у меня лежат без дела. Я решила их сюда употребить, чтобы освободить место, скажем, для каких-то более нужных листов. Рвем на небольшие кусочки и пока откладываем, да, то есть, нужно порвать. Так, теперь каждый лепесточек порванный нам нужно смять. Ну вот, таким образом примерно, да, то есть, чтобы он не был полностью прям вот смятый. Ну, как-то так, чтобы какой-то объем появился у него. И примерно сминаем и складываем. Так, теперь берем наш клеевой пистолет. И аккуратно, ну, вы учтите, что он горячий, да, то есть, кто не умеет работать, аккуратнее. И не весь круг, а по частям, ну, наливаем клея туда, да. Ну, так. Нам не нужно прям приклеить очень-очень, потому что мы потом все равно будем закреплять. Нам главное, чтобы немножко держалось. Так. И прикладываем просто эти кусочки вот таким макаром прижать. Если там немножко будет плохо держаться, ничего страшного, это мы еще закрепим. Так. Следующая часть. Смотрите, примерно, чтобы, да, равномерно все раскладывалось, плюс-минус. Можно будет доложить всегда, если там где-то будет больше, где-то будет не хватать. Всегда можно немножко доложить. Продолжение следует... Так. Ну, вот у нас получился такой недвиночек. За счет того, что у нас бумага не плотно смята, он получается очень легкий в итоге. И его выдержит там любая ленточка, маленький гвоздик, все что угодно, да. И, как бы, сейчас мы будем его доделывать. И уже, когда перед самым уже, перед украшением, да, вы увидите, что он очень легкий, его удобно держать, его легко поворачивать. Видите, в то же время он достаточно прочно получается. И можно не бояться, что там где-то что-то, не знаю, отвалится, порвется там и так далее, да. То есть он получается довольно прочный. Главное взять плотный картон, основу вот эту, да, чтобы он выдерживал и клей, и... И, ну, то есть оно фактически вот так, когда висит, да, чтобы он удержался. Но так как он будет у нас замотан, то все будет там держаться отлично и не деформируется. Теперь берем бумажный скотч. Бумажный скотч обычно. Немножко закрепляем с одной стороны, где-то вот так вот, да. И не прижимая слишком плотно, ну, то бишь, чтобы не совсем не делать плоский круг, начинаем обматывать. И так, обмотали. Вот у нас такой получился заготовочка. Пока закрепляем здесь. Вот с обратной стороны он так выглядит. Теперь мы делаем венок, который мы будем вешать на стену. То есть нам не обязательно, чтобы он был здесь плоский. И поэтому мы будем его обматывать вкруговую. Да, это требует, скажем, большего количества дождика. Но в то же время мы точно знаем, что с этой стороны нам не нужно его как-то аккуратным делать. Ну, нет, не так, чтобы аккуратным. Мне неправильно выразилось. Закрывать это какой-то тканью, например, да, что если перевернет кто-то, чтобы он прилично выглядел. Он и так будет прилично выглядеть, потому что он будет закрыт дождиком полностью. Вот, и теперь, значит, нам нужно посмотреть, где у нас дырки. Вот явные дырки. Вот здесь, здесь, здесь и здесь. Туда и здесь вот еще небольшая. Надо доложить маленьких листочков, да. То есть теперь опять наливаем немножко клея. И прикладываем в те места, где у нас явно не хватает. Так, и теперь делаем еще один круг скотчем. И все. И так, вот такая у нас основа. Ее можно немножко подогнуть, да, то есть если где-то что, она чуть примять. Все, отличная основа. И так, теперь нам нужно закрепить ленточку, на которой он будет висеть. У меня тут на выбор подготовлено несколько штук. Я вот сейчас сложу все свое примерно, чтобы видеть, какая лучше подойдет. Я, конечно, хотела бы вот эту золотистую, но даже не знаю. Может, лучше взять вот эту. Сейчас мы откроем, посмотрим, насколько она, как она выглядит. Вот она вот такая, она тоже немножко блестит. Мне кажется, что она будет... Да, мы возьмем ее, она будет лучше, чем золотистая. Подходить по смыслу. Так, ну, длину сами решайте, насколько у вас низко она будет висеть. Я беру с запасом, потому что в предыдущем венке я поняла, что мне маловато было, да, то есть я слишком маленькую сделала ленточку. Так, и вы решаете, где у вас будет вверх-вниз. В принципе, должно быть все равно, потому что он круглый. И я ее закрепляю просто вот таким узлом. Сейчас только, наверное, подумайте, как лучше сделать. Давайте я сделаю вот таким. Вот таким макаром. Вот. В принципе, вы можете ее подклеить немножко, но я не подклеивала, да, как бы. Она зажмется, она прижмется всяким декором, и она будет даже не видна, то есть вот так вот, да, и будет держаться, и никуда не денется. Так, теперь берем наш дождик. Основным я хочу сделать вот этот вот красивый, однотонный. У нас, к сожалению, сегодня темно, поэтому вам он выглядит, наверное, как черный. Сейчас я попробую вам показать его. Вот он такого цвета, да. Он такого красивого, натурального зеленого цвета. Его я как основу намотаю, не очень густо, да. И уже в промежутке где-то, может быть, я посмотрю, может быть, я даже буду рвать и кусочки прикладывать, а не целиком, да, уже тот блестящий. Итак, смотрим. Так, ну вот так. Сейчас у нас там без клея все. Это просто обмотано, да, как бы. Я надеюсь, вообще, что вам что-то, хоть что-то видно. Да, что-то видно, я смотрю. Угу. Так. А, ну, продолжим. Так, теперь так, я там подумать, хочу, хочу подумать. Сразу говорю, у меня вот здесь это 2 метра. Это стандартная одна гирлянда дождика. Если дождик будет не такой пухлый, то его понадобится больше. Если же вот брать такой тоненький, да, толстый, то он будет закрывать как бы больше с собой пространства, соответственно, его нужно меньше. Это еще 2 метра. Мне кажется, что 2 метра. Так, и я решила, что я все-таки, наверное, обмотаю. Начинаю с центра. Вот так, да. Здесь с краев, пусть вас не смущает, немного виден круг. Но сверху вы не видите этого, да. Но если вот так сделать, то где-то просвечивает. Как с этим бороться? Так как у нас довольно много всякого декора, да, это все закроется. Если у вас декора поменьше и вот просто дождик, да, тогда вам нужно проще всего покрасить этот круг в цвет дождика. Просто гуашью. Вот самому ликварелю, что у вас под рукой есть, акрилом. Просто в тот цвет, как бы, да, вот зеленый дождик покрасьте в зеленый цвет. Или в черный, например. Он тоже не будет просвечиваться. Поэтому, как бы, это такой вариант, ну, как избежать, скажем, таких каких-то здесь вот углов, да, которые немножко видны. У нас они закроются, но, в принципе, чтобы не было такого совсем уж голенького у нас веночка. Так, теперь нам нужно сделать одну такую вещь, закрепить наши концы. Вот они у нас с обратной стороны. Видите, обратная сторона у вас вполне приличная. Его можно перевешивать, подарить. И эта сторона, вот она такой останется, как бы, да, и, в принципе, не стыдно показать левую сторону. Итак, тем же горячим клеем приклеиваем здесь кончики. Можно разом захватить и ленточку. Вот так, без фанатизма, приклеили, приклеили. Аккуратно, не обожгитесь. Так, находим второй конец, вот второй. Клеим вот здесь. Я прошу прощения, что временами камера трясется. Я работаю стоя, мне так просто удобнее. И иногда ее локтем просто задеваю, поэтому вы уж простите. И поэтому именно руки сбоку, потому что стоя удобнее, чем сидя. Так, и надо найти еще второй у нас. Здесь один закреплен. Второй конец, вот он. Вот он, вот он. Его тоже надо так подтянуть и тоже здесь его вот так приклеить. Можно вот я так ножницами прижимаю, чтобы пальцы не обжечь. Так, ну вот. Больше нигде я не приклеиваю, чтобы была возможность даже что-то подвигать, может быть, да, в процессе. Вот такая у нас уже ленточка есть. Все, отлично. Теперь начинаем клеить наш декор. Сначала нужно приклеить крупные элементы, да. Из крупных элементов смотрим, что у нас есть. Так как плотный дождик, у нас можно вот так уложить примерно, да, чтобы посмотреть центровку. Не очень люблю симметрию, да, но в то же время не хочется, чтобы было прям все так как-то куча. Можно сделать вообще асимметричный венок, да, то есть композицию от одного места и вот, ну, красиво ее как-то так расставить. Я не знаю, сейчас посмотрим, будем раскладывать, да, и как бы примерять все это дело. И тогда смотреть по ситуации, как у нас что, чего у нас сколько. Так, ну вот самая крупная я, в принципе, разложила, вот еще такой цветочек есть. Его где-то нужно, например, два вот цветочка поставить рядом, да, и тут есть вот шишечка будет еще рядом с ним, типа бутончик. Будет очень красиво. А потом уже у меня еще есть такие апельсинчики. Пахнут как ложечки. Я, понимаете, сейчас складываю все просто сверху, но потом, когда мы будем крепить, это будет и так, и вот так, да, то есть мне сейчас главное понять, чего у меня сколько. Так, так, этот какой-то дефективный, а вот этой стороны, вот так, вот так, вот так, вот так, вот. У меня тут еще, видите, всякие маленькие вот такие штучки, их мы потом уже в самом конце будем клеить, включая вот орешки, да, и звоночки, бубиночки у меня вот такие замечательные. Немножко звенят, остались от предыдущего веночка. Так, еще я купила, еще я купила замечательные кусочки корицы, вот они очень красиво и очень вкусно будут вместе с апельсинками. Тоже где-то можно будет вот так, и так, и раз, и так. Они небольшие такие в этот раз, да, поэтому мы их тоже прикрепим потом. Так, еще у нас, у меня в коробочке лежит вот такая штука. Я так понимаю, что это какие-то корни или ветки, где-то растения высушенные. Вот она как подложка была, да, для этих всех. Я сейчас попробую, смотрю, может быть, ее тоже можно как-то будет приконопатить. Она тоже крашеная, и она такая интересная, видите, такая штука. Вот, ее можно так разорвать, и использовать тоже как подложку уже, скажем там, здесь вот, для шишки, например. Вот так вот. Вот так, да, то есть будет уже что-то интересное такое, не будет. Конечно, в качестве, кстати, по поводу дождика еще я хотела сказать. Вы можете использовать не только дождик, вы можете использовать, например, искусственную ель. Если у вас этот венок будет висеть на улице, то его спокойно можно делать из настоящей ели. Почему на улице? Он начнет осыпаться, так как он без воды. Но можно вообще извратиться и основу сделать из оазиса, который в воде, да, то есть, если у вас есть какая-то круглая, не знаю, коробка, к примеру, да, пластиковая, без дырочек, в которую можно этот оазис, этот оазис, положить вот таким вот макаром, да, то можно вполне сделать венок из живых ветвей ели, там, то есть, да, и понатыкать все очень красиво. Такие веночки можно делать летом, то есть, не обязательно зимой, да, а летом. И, может быть, летом мы сделаем такой веночек с вами, попробуем. Мне, правда, его некуда особо вешать, но, может быть, кому-то подарить на день рождения можно будет прикольно. Так, сейчас я еще посмотрю, что у нас получается на видео. На видео у нас все, все получается и хорошо. Так, апельсины, конечно, чуть более оранжевые, да, чем на видео, но я думаю, что вы понимаете, что это не лимон. Теперь нам нужно это все, в принципе, убрать, но можно не убирать. Смотрите сами, как вам удобнее работает, да, и начнем что-нибудь приклеивать уже окончательно на наш веночек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот, наш венок готов! ДимаTorzok ДимаTorzok